Финишировал экологически чистый автопробег, участники которого стартовали из Москвы без капли бензина в баках. Все 2000 километров колонна прошла на голубом топливе, метане. Кормить железных коней природным газом научились еще в советские годы, и сегодня программа переживает свое второе рождение. Андрей Федоров продолжит. Под бело-голубыми флагами и в сопровождении милиции от Москвы до Черноморского побережья автоколонна едет по так называемому голубому коридору. Это маршрут через те города, где можно обойтись и без бензина. Ведь все 20 машин от малолитражек до автобусов работают исключительно на природном газе, метане. Вот я вам показываю масло. Вот посмотрите, это 1300 километров мы проехали. Чистое, свежее щуп. Обычно через 200-300 пробега дизельное моторное масло сразу становится темным. Для водителей Камазов этот автопробег очередное испытание техники. Ведь заводское метановое оборудование на эти грузовые машины начали устанавливать лишь недавно. Сейчас существует всего 50 экземпляров. Пока надежды конструкторов оправдываются. На метане автомобиль намного динамичнее, тяга намного лучше. Если даже перевели на метан, он мощность двигателя не потерял нисколько. Использовать метан как топливо для автомобилей начали еще в 1984-м. Но темпы по развитию этого проекта были такими низкими, что про него почти забыли. Вспомнить пришлось сейчас. Ведь это голубое топливо почти в три раза дешевле обычного. В условиях той экономической ситуации, которая на данный момент складывается, это одно из эффективных и быстрых антикризисных мероприятий, в первую очередь для бюджетных организаций. Помимо экономичности, этот вид топлива еще и самый экологичный. При работе на технике знак международного стандарта Евро-4 появляется даже на большегрузной технике. На легковых же автомобилях ученые уже готовы устанавливать еще не существующий Евро-5. Это эффект от двух до десяти раз. То есть меньше выбрасывается этих вредных веществ, чем при работе на бензине, а особенно на дизельном топливе. Основная проблема распространения метана как топлива для автомобилей, это отсутствие заправочных станций во многих регионах. В России их всего не больше двухсот, а на Черноморском побережье и вовсе не одной. Поэтому заправляться автоколония пришлось с помощью вот такого передвижного комплекса. Добравшись до Черноморского побережья, участники автопробега уже начали готовиться к новому путешествию. В следующем году они планируют проехать от Москвы до Рима, а примерно через 4 года и до Владивостока, как только вдоль нового голубого коридора построят заправочные станции. Андрей Федоров, Александр Полянский, Александр Боровиковский, телекомпания НТВ. Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Сочи.